Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Людмила. Илья, многие родители сталкиваются с тем, что они не могут совладать со своими детьми или вдруг понимают, что их мальчик или девочка, которые до этого были послушными, прилежными, становятся какими-то дерзкими, грубыми и зачастую отрицают всё, чему их учили до этого. Давайте сегодня поднимем тему так называемых трудных подростков и причин возникновения конфликтов детей и родителей. Хорошо, Людмила, хорошо. Это очень интересная тема и, наверное, одна из таких самых проработанных в психологии. Очень много и практических каких-то рекомендаций психологи дают, и исследований на эту тему очень много проводилось. Но вообще вот эта ситуация, о которой вы сказали, это ситуация возрастного кризиса, скорее всего. А может быть, не возрастного. Вот кризис — это такое явление в психической жизни человека, когда всё старое уже неуместно, а чем-то новым человек ещё не овладел. И такие критические состояния являются закономерными этапами в развитии человека и возникают с определённой степенью периодичности. На самом деле, это проблема не только подросткового возраста, а проблема более ранних возрастов. И, наверное, правильнее говорить вообще о том, что такое кризис, о логике его возникновения вообще у детей. Ну, может быть, это окажется полезным и родителям, которые воспитывают более младших детей. Ну и, соответственно, как вести себя родителю в той ситуации, когда у его ребёнка имеет место кризис. А в каких возрастах возникают кризисные ситуации? Ага. Вот как я сказал, кризис — это явление закономерное, и оно ознаменует собой переход от одного этапа психического развития к другому. Вообще, кризисы возрастные, они, как я сказал, развитие психическое является цикличным, и они идут как бы по нарастающей. Один кризис более лёгкий, потом один кризис более сильный, потом опять более лёгкий кризис, ещё один более сильный кризис. И вот, соответственно, мы можем назвать возрастные, примерные возрастные даты, сроки, когда наступают эти кризисы. И с чем эти кризисы связаны? Давайте вот прежде чем говорить о возрастах, я немножко о логике возникновения кризиса скажу. Вот у меня тут опять есть бумажечки. Ребёнок, человек — это социальное существо, и ребёнок — социальное существо, он погружён в социум, и в каждый момент времени находится в определённой социальной ситуации развития. То есть это некоторый устойчивый такой исторически сложившийся тип отношений окружающих, прежде всего родителей, к этому ребёнку, который, ну, собственно говоря, отвечает, особенностям его возраста и способствует его развитию. Но развитие движется очень быстро, а социальные ситуации, они являются достаточно стабильными и инертными. И вот, если в начале возрастного периода социальная ситуация развития способствует тому, что в психике происходят какие-то изменения, то к концу возрастного периода эта социальная ситуация становится неадекватной. Потому что, смотрите, вот ещё один элемент вот этой вот психической реальности возрастного развития — это ведущий тип деятельности. То есть те действия, та активность ребёнка, которая наиболее полезна для него с точки зрения развития, которая приносит ему максимальную пользу. Вот этот ведущий тип деятельности в совокупности социальной ситуации развития приводит к тому, что у ребёнка формируются некоторые психические новообразования. То есть некоторые кардинально, принципиально новые, качественно новые, ну, качественные изменения, принципиально новые качества, которые как бы выводят его на новый уровень развития. И вот тут как раз у нас и возникает кризис. Потому что благодаря этим психическим новообразованиям ребёнок как старую шкуру с себя должен сбросить, уйти от этого типа деятельности ведущего, потому что в этой ситуации он уже начинает тормозить развитие. Мы должны что-то новое осваивать и уйти от этой социальной ситуации развития. И вот по сути кризис, это по своей сути психологической, это что? Это когда психика претерпела изменения, но ещё нет адекватного ответа со стороны социума, и ребёнок ещё не овладел теми навыками, теми действиями, да, которые отвечают его новому состоянию. Вот. Ну естественно, кризис это ситуация проблематичная, прежде всего, как для самого ребёнка, так и для родителей. И вот теперь, собственно, о сроках и о том, как это конкретно происходит. Можно я вас перебью? А вот можете на конкретном примере привести вот... Да, да. То, о чём мы говорили. Да. Вот это как раз мы и конкретные примеры, и сроки здесь приведём сейчас. Первый кризис, вот такой достаточно серьёзный, возникает в конце первого года жизни. Вот где-то на рубеже, ну, от года, ну, около года. Вот так. С чем он связан? Вот социальная ситуация развития младенчества, это непосредственный контакт ребёнка со взрослым. Такое очень тесное общение, которое психологи называют социальная ситуация «мы». Чёткой грани между взрослым, но обычно матерью и ребёнком, как бы нету. Они как бы слиты в единый организм ещё психологически. Физически ребёнок уже отдельно существует, а психологически они слиты. Ведущий тип деятельности здесь – это тоже непосредственно личностное общение. Ребёнок весь погружён как бы во взрослого. Но вот постепенно развиваясь, ребёнок овладевает способностью к передвижению более активным. Он уже так независим от взрослого, как раньше. И вот его мелкая моторика, да, он начинает овладевать предметной деятельностью. Помните, на пирамидке там что-то надевает и так далее. И он становится гораздо более активным и самостоятельным, и независимым от взрослого. И вот здесь возникает, благодаря вот этим психическим образованиям, то, что он ходить научается, то, что он предметами может манипулировать. И возникает первый кризис, когда он старается отвязаться от взрослого. Старается, он уходит из мира общения со взрослым в мир предметной деятельности, в мир манипуляций с предметами. Взрослый ему начинает мешать. Он всё хочет делать, он хочет всё пробовать сам, хочет всё делать самостоятельно. И взрослый впервые здесь становится ему как бы инструментом. То, что ребёнок не может сам, не понимает, не умеет, не в состоянии что-то делать, он активно использует взрослого. Помоги, сделай мне вот это. Вот. Но этот первый кризис, он часто родители даже его не замечают. Он как-то протекает не очень бурно. А вот второй кризис, первый так называемый, ну и второй кризис по порядку, да, по очереди, и первый так называемый эпохальный кризис, глобальный. Это, наверное, вы сами прекрасно знаете об этом кризисе. Они много говорят. Кризис трёх лет. Кризис трёхлетнего возраста. Это первый бурный кризис. Он очень похож на кризис подросткового возраста. Ну и единственное, что ребёнок ещё более маленький. У него меньше способностей протестовать как-то. Но, тем не менее, он активно протестует любому влиянию взрослого. Вы, наверное, знаете, маленькие дети, когда они падают в истерики и говорят «не хочу, не буду». Абсолютный негативизм, строптивость какая-то, неподчинение взрослому. И самая главная фраза, которая характеризует кризис трёхлетнего возраста, фраза, которая звучит «я сам». Отстаньте от меня все, я сам, я сам. Причём, если ребёнок маленький, двухлетнего возраста, он хоть и стремится действовать самостоятельно, но он всё время использует взрослого как помощника. А ребёнок после трёх лет, он стремится оторваться вообще от взрослого, проявлять собственную инициативу и говорить «я сам, я сам, я сам, не мешайте мне». Следующий кризис, давайте я их коротко назову. Да, и вот после вот этого кризиса трёх лет ведущим типом деятельности становится игра. И социальная ситуация, игра сюжетно-ролевая, игра с другими детьми. И социальная ситуация развития – это уже общение со сверстниками впервые выступает на первое место. И вот на протяжении всего дошкольного возраста психика как бы насыщается вот этим контактом с другими детьми. Ребёнок благодаря этому научается подчиняться ролям, правилам, когда он играет. У него развивается фантазия, воображение, мышление. И появляется воля впервые, самоконтроль, некоторые нравственные чувства. И всё это приводит к такому новообразованию, что ребёнок в принципе готов к обучению в школе. И вот на седьмом году жизни возникает у нас ещё один кризис, который мы часто не замечаем. Этот кризис связан с тем, что, наверное, впервые ребёнок проявляет себя как личность. То есть он впервые осознаёт неравенство внешнего мира и своего поведения своему внутреннему миру. Он начинает… Если он раньше существовал непосредственно, что со мной происходит, то я и говорю. Я не задумываюсь о том, что я могу слукавить, где-то наврать. Это если ребёнок маленький и врёт, он не осознаёт этого. А вот ребёнок в семи лет, он уже начинает остро переживать то, что оказывается, возможно, лицемерие. Оказывается, возможно, скрывать свои чувства. И вот это вот он осваивает. Но этот вот кризис его взрослые не очень хорошо замечают. А потом в 12-13 лет наступает, ну, пожалуй, самый сильный кризис. Это кризис подросткового возраста, который связан прежде всего с тем, что ребёнок, вот его новообразование, да, он чувствует себя взрослым. И он хочет быть самостоятельным, ну, не так, как ребёнок трёх лет, а уже осознанно приобрести гражданскую самостоятельность, самостоятельность в решениях, полную независимость в собственном мнении. И вот он стремится активно отстаивать свою жизненную позицию и так далее. А взрослые его часто не понимают, не поддерживают. Отсюда возникает и конфликт поколений, ну и так далее. И вот этот кризис, конечно, вот здесь впервые ребёнок действительно начинает выступать как самостоятельный, осмысленный субъект. И он с родителями может спорить уже на равных, он может приводить им аргументы, которые им нечем крыть, нечем бить. И, конечно, родителям очень сложно переживать вот это взросление ребёнка. Ну и в дальнейшем на протяжении жизни человек также проживает и кризис среднего возраста, и кризис, когда с выходом на пенсию связан, и так далее. Но мы сейчас, наверное, о них не будем, да? То есть, получается, в психологическом аспекте кризис – это нечто необходимое для развития? Совершенно верно. Вот смотрите, вообще всё развитие делится, ну развитие как бы протекает по двум типам. Два типа развития, они сменяют один другой. Первый тип – это латентный тип, когда мы, собственно, изменений и не замечаем. Ну да, ребёнок растёт, развивается, но мы как-то не можем сказать, что вот он как-то резко изменился. Это последовательные, количественные изменения. Скрытые, вот латентные – это значит скрытый. А потом в какой-то момент, ну как вот говорится, да, утром просыпаешься, совсем другой человек рядом с тобой. Это вот кризисный период. И вот здесь есть определённый момент, да, в котором родители часто заблуждаются. Они думают, вот этот кризис, бурный кризис, это так плохо, лучше бы кризисов не было. На самом деле, вы совершенно правы, кризис – это закономерный и необходимый этап в развитии. И переживать родителям стоит не тогда, когда кризиса нету. Обычно родители радуются. Вот у других родителей в три года ребёнку, и ничего, ой, вернее, там бурный кризис, он не слушается. А у меня такой ребёнок, солнышко, послушный и так далее. И вот родители радуются этому. Нет, это наоборот повод для очень большого беспокойства. Почему же не происходит то, что должно происходить? Радоваться надо, когда кризис протекает довольно бурно, явно. Это значит, что всё идёт хорошо. А вот когда кризисных явлений нету, это говорит о какой-то… Ну, это повод для беспокойства. Это может говорить о какой-то психической травме, которую перенёс ребёнок, и он сдерживает очень сильно свои бурные эмоциональные проявления. Или об отклонении в развитии, об отставании даже в развитии. Это может говорить, когда кризисных явлений не происходит. Вот вы говорите, что возможна такая ситуация, когда кризисных явлений не происходит. А если постоянно ребёнок находится в таком отрицании и противоречии тому, что говорят ему взрослые, что делать тогда? То есть он перманентно в состоянии кризиса. Ну да, постоянно не слушается, грубит, всё отрицает, не так не буду делать. Что делать в этом случае? Ну, это вообще тема, пожалуй, трудных детей. Это как бы немножко разные вещи. Одно дело кризис, о которых мы говорили. Другое дело постоянные личностные особенности ребёнка. Тут тоже нужно в каждом конкретном случае очень важно разбираться. Когда педагоги затрагивают тему трудных детей, они говорят, что трудных детей не бывает. Бывают дети, которые представляют трудность для вот этого конкретного воспитателя. То есть и в этом есть очень большая доля правды. С одной стороны, да, есть дети, которые объективно слишком отличаются от других детей. Может быть, они имеют тип мышления, может, у них какой-то необычный. Может быть, у них действительно есть проблемы, связанные с обменом веществ. Или ещё другого рода проблемы, ну, физического плана, да, которые приводят к быстрой утомляемости. Или, наоборот, такой тип нервной системы, что это чрезмерная возбудимость. Действительно, это будет создавать сложности, потому что, ну, это, скажем так, не совсем привычная для нас реакция маленького этого существа, да, на наши действия. Но важно понимать, что, когда мы говорим о взаимодействии родителей и ребёнка, опыт и ответственность, опыт и ответственность, они ведь за родителем. И является на самом деле не, вот надо так перевернуть, да, взгляд. Не ребёнок трудным является. Давайте попробуем взглянуть иначе. Вот для этого ребёнка, который только вот начал формироваться, является трудным его родитель, который не может построить систему взаимодействия с ребёнком так, чтобы она отвечала его особенностям. Ведь не ребёнок уже подстраивается под родителя. Ну, ребёнок же не может этого делать, сознательно, по крайней мере. Это родитель должен приспособиться. Вот, и поэтому, когда мы говорим о трудных детях, здесь прежде всего нужно развернуть фокус внимания и подумать, а почему ребёнок является трудным вот именно для этого родителя? Что не так делает родитель? Вот. А вообще, конечно, вот если так в целом сказать, да, дети имеют очень много индивидуальных, ну, как сказать, нет одинаковых детей. Есть индивидуальные особенности. У кого-то они очень сильно выражены. Это так называемые акцентуации характера. Сейчас в современном мире, вот в целом, социальная ситуация нашего развития, она очень существенно поменялась. Современные дети воспитываются в другой, возможно, более агрессивной среде. Гораздо больше информационный поток на их неокрепшую ещё психику обрушивается. И в результате возникают различные вот эти привычные для нас уже сейчас нарушения развития, такие как гиперактивность или синдром дефицита внимания. Действительно говорят, что это встречается всё чаще и чаще. И, ну, это, наверное, тема для отдельного большого разговора, как вести себя конкретно вот с детьми, у которых есть вот такие проблемы в развитии, синдром дефицита внимания или гиперактивность. То есть проблема кризиса и вообще трудных детей – это не только проблема родителей, но и проблема детей. То есть всегда надо родителям применять презумпцию того, что ребёнок это делает не специально. Я абсолютно с вами согласен. Это, ну, вот очень мудро вы говорите, да, это презумпция невиновности, презумпция, ну, несознательности. И опять же, вот мы, да, вот как нам сложно с этим трудным ребёнком или у него трудный возраст. А как часто мы думаем, каково самому ребёнку в этой ситуации? Ну, вот представьте себе, я или вы, ну, вот представляем себе, мы взрослые, да, вот я заболел, мне очень тяжело, у меня высокая температура, я очень нехорошо себя чувствую. И в этот момент от меня требуют, чтобы я шёл на работу и продолжал вести себя так же, как я веду себя обычно, выполнял тот же функционал и так далее. Каково мне будет? Насколько мне трудно? А ведь ребёнок, который переживает, да, или вот у меня душевная травма какая-то, да, вот у меня переосмысление вообще жизни происходит. И тут все кругом ходят и говорят мне, что-то с тобой не так, почему ты ведёшь себя не как обычно, веди себя как обычно. И ещё наказывать меня пытаются. Ну, представьте такую ситуацию. Представьте, каково ребёнку-то в этой сложной ситуации, когда он вышел на новый уровень развития, он ничего не понимает. Вот эти импульсы, я сам, они же идут как бы из глубины его души и не осознаются им. Он сам им удивляется. И то же самое с подростком, вот эти гормональные бури, да, он сам шокирован тем, что с ним происходит. А тут ещё родители на него обрушиваются и начинают ругать за то, что он неправильно себя ведёт. Так что можно посоветовать родителям, если они сталкиваются с такой вот кризисной ситуацией? Угу. Ну, три совета, да? Угу. Вот первый совет я позволю себе с небольшим лирическим отступлением дать. Не так давно я читал одну статью, в которой женщина-психолог из Екатеринбурга, по-моему, которая работает именно с детскими суицидами, рассказывала о том, как вот какая-то была волна суицидов, и она, ну, суициды, к счастью, не удавшиеся. И когда она беседовала с детьми, она обнаружила интересную закономерность, что эти все суициды были сделаны с надеждой на то, что ребёнок не умрёт. То есть большая часть суицидов, которые совершали дети, совершались за несколько минут, там, за 10 минут до прихода родителей. То есть ребёнок специально рассчитывал время, чтобы родители застали его в этой сложной ситуации. Это был крик такой. И когда эта женщина, к сожалению, я забыл, что это за психолог, как зовут, когда она стала пытаться поднять подоплёку, почему же это происходит, выяснилось, что это всего-навсего недостаток любви. Это затюканные дети, которые привыкли только к одному со стороны родителей. Делай то, иди туда, веди себя так. В педагогических каких-то диких целях родители, вместо того, чтобы говорить ребёнку о том, что они любят демонстрировать свою любовь, ну, может быть, требовательную любовь, но демонстрировать. Они только давят, 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 критикуют, ругают ребёнка. А ребёнку-то нужна любви. Любовь нужна, как воздух для живого существа. Поэтому первый и самый главный совет – это любовь. Я уверен, что каждый родитель любит своего ребёнка, но эта любовь должна демонстрироваться ребёнку. Не просто люби его где-то там в глубине души, а давай ему знать об этом. Демонстрируй свою любовь. Вот это первый совет, самый главный. Может быть, остальные ей не нужны, если мы будем этому совету следовать. Второй совет, он непосредственно связан с первым – это терпение. Есть тоже такая особенность. Когда я вижу, что близкий мне человек, ну, и ребёнок – это близкий человек, ведёт себя как-то грубо по отношению ко мне, проявляет агрессию, я как-то начинаю реагировать не так, что как будто бы эта ситуация, она сейчас пройдёт, и человек опять станет хорошим. А для меня это становится какой-то катастрофой. Ах, он изменился, вот теперь он такой грубиян. И я начинаю на… Ну, вот я привык, что всю жизнь ребёнок ведёт себя хорошо, а тут вот две недели он грубит. И у меня паника, что вот это он теперь изменился навсегда, он стал такой плохой. Потерпи немножко, я должен себе сказать. Сделай паузу. Вот и в отношениях с ребёнком, ну, как бы вот в таких непосредственных, когда ребёнок выводит тебя из себя и делает это подросток, это может делать прямо сознательно. Не психуй, не иди на поводу у него, это подросток тебя провоцирует. Вот вздохни глубоко, досчитай до десяти, сделай паузу, успокойся и оставь это без внимания, это пройдёт. Вот второе, чего нам не хватает в общении с детьми в такие сложные периоды, это терпение. Ну и, наконец, третье, оно тоже вытекает из любви, это, конечно, вера. Ну, я уже об этом немножко сказал. Мы должны верить в то, что ребёнок хороший. Даже если он ведёт себя плохо, мы должны понимать, что это временное явление. А где-то глубоко должно сидеть непоколебимое убеждение в то, что твой ребёнок хороший, и всё у него будет хорошо при твоей помощи. Вот. Ну, мы же знаем, что мысли материализуются, убеждения наши всегда находят, очень сильные убеждения находят всегда отражение в действительности. И когда мы сомневаемся в том, что ребёнок хороший, когда мы думаем, что он плохой, допускаем это, мы повышаем вероятность того, что с ним в жизни что-то пойдёт не совсем так. А когда мы безоговорочно верим в то, что он хороший, это так и есть. Мы зададим ему правильное направление. Вот. Хорошо. Илья, спасибо вам большое. Очень мудрые, очень весомые, очень нужные, я думаю, очень многим родителям слова, которые сталкиваются со сложными ситуациями. Спасибо вам за разговор. Спасибо, Людмила. Жду следующих интересных разговоров. Спасибо. 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 Продолжение следует...